Я тут недавно ковырялся с новой модной 3D-шкой иллюстратора и решил, что надо в примере 3D-шки сделать какую-то гипотетическую работу. Я решил, что надо сделать постер. Ну и судя по тому, как выглядит эта 3D-шка, постер должен быть посвящен чему-то неформальному. Меня натолкнула картинка вот такая. Сейчас мы ее подуменьшим. Значит, я увидел фотку вот этого чувака и подумал, окей, сделаем постер какой-нибудь тусовки, какому-нибудь концерту. Ну, в общем, коктейльная какая-нибудь вечеринка. Назовем ее Electric Liquid, потому что... А, потому что вот я так хочу. Ну, во-первых, холестеризируем эту фотку, потому что она не нужна в таком гигантском качестве. Ну, пусть он будет А4, собственно говоря, why not? Любимый формат дизайнеров, А4. Сейчас мы немножечко подровняем, чтобы точечки были красивые. Можно подуменьшить нашего прекрасного героя. Ну, вот уже практически постер готов. Итак, я еще наткнулся на прикольную штуку, когда искал 3D. Вот это. Это мне понравилось. Это в люстре, я так понимаю, что сделано. Это очень мне понравилось. Надо пролистать. Красота вообще. В общем, это, насколько я понимаю, логотип New York Times. Но у нас Electric Liquid Party. Поэтому что? Поэтому мы берем, мы экспроприируем вот этот приемчик. И сделаем только нашу литру L в таком виде. Так, я немного приглушу и золочу картинку. Сейчас мы ее быстренько треснем. Тю-рю-рю-рю-рю. На сам штрих здесь тонкий. Ну, вот, относительно нашему логотипу вот этому. Но мы потом сделаем его потолще. Теоретически, ну, и, наверное, грамотнее, было бы нарисовать строк один, которому потом дать разнотолщинность. Но мы не ищем прикольных путей. Вот, и мы вообще как бы от руки сразу рисуем гениально. Поэтому я не буду заморачиваться с этим строком. Тем более, все равно придется немного эти толщины. То есть, вот эта равномерность, которая будет в строке, ее надо будет по чуть-чуть убирать. Так, здесь я слегка вылез, потому что нам в любом случае нужно будет толщить эту историю. Тан-дра-дан. Здесь прям я ресетну ему этот баундинг-бокс. Ну, ладно, я потом над толщинами поработаю. Так, здесь у нас что? Здесь у нас такая сопля прикольная. И поворотик. И еще одна сопля. Мне, кстати, эта сопля не то чтобы не нравится, но как-то... Ну, ладно, оставим. Мне не нравится... Как сказать? Сейчас я объясню, почему мне не нравится вторая сопля. Сейчас я дорисую, это двину и покажу. Вот если смотреть на этот штрих, слишком наивно наличие двух сопелек. Ну, то есть, прямо вот как будто специально сделали вот эту вторую... Как будто перо не могло иначе закончить штрих. Да, мне это не нравится. Сорян. Я возьму вот эту часть, сделаю чуть-чуть иначе. Например... Просто вот такую... Вот такую хрень. Пусть будет... То есть, вообще, надо смотреть за какими-либо повторениями или... Как это назвать? О, вот, вот даже такое можно. За повторениями или зеркальностью. Иногда, как бы, зеркальность нужна и все класс, но... Вообще, лучше избавляться от такой механичности. Любая зеркальность или любой повтор, это сразу механика. Ну, выдает механичность. Вот когда две разные сопли, видно, что как будто треснули, оттрессировали настоящее перо. Потому что перо, естественно, не может одинаково заканчиваться в жизни. Так, что-то здесь, вот эта капля, она какая-то непрыгучая. Я даже знаю, почему вот здесь вот некрасиво... Вот так вот, ну, как-то. Ее попрыгучее сделать больше. Да, вот. Так, заменяем нашу красную штучку. Что у нас еще? У нас есть палочка. Только мы ее поставим по центру. Это можно все тоже... Так, здесь надо соплю тоже немножко поправить будет. И дорисовываем наш... Причем мне не нравится... Я бы, наверное, хотел бы чуть-чуть другим сделать сейчас. Я понимаю, что как здесь штрих идет от пера, но мне хочется его сделать... Чуть-чуть по-другому. Пусть будет вот такой вот... Вот как здесь вот такая вот штучка. Так. Теперь толщины. Это с этим разобрались. А, я вот с этим хочу разобраться. Мне не нравится капля. Она не... Не прыгучая, а должна быть прям такая... Как это? Не прыгучесть, а... Пружинистость. Вот. Пружинистость это ключевое свойство вектора. Вот оно должно прям аж звенеть. Вот так вот красиво должно быть. И здесь тоже. Здесь насильно такая получилась как бы ровная, потому что на перо. Но мы это немного компенсируем, потому что мы хотим немного плавный вектор. Так. Красота невероятная. Теперь нам нужно проверить соотношение толщин. Можно не обязательно попадать один в один, но хотя бы... Так, давайте сделаем, во-первых, копию. Во-вторых, мы ее приглушим. И вот здесь тоже... Только здесь пусть темнеть еще и будет. Попробуем сделать... Кстати, как вариант, можно попробовать через Reshape, Reform, блях, хер, не помню, как называется. Вот так. Ну, чисто вот. Кстати, напоминаю правило, что когда вы утолщаете шрифт, делаете его там условно балдовым, то нужно всегда оттолщить больше внешнюю часть литры и чуть-чуть внутреннюю. Сейчас мы посмотрим, что здесь происходит. Вот внутреннюю чуть-чуть, а внешнюю можно даже не бояться... Ой, что я сделал? Вот как-то так пусть будет. Ну, теперь относительно ок. Ну, естественно, у нас наши прекрасные капли... Кстати, а по-моему, этот Reform, значит, надо проверить эту историю. Там можно же как-то ставить, если я не ошибаюсь. Да! Ой, красота! Все, сейчас. Сделаем копию. Там можно менять, где что там. Вот, да, отлично. Вот это мы оставляем, а мы хотим толще. Вот так вот. Вот так. То есть мы контраст повышаем еще сам контраст. Тем самым. Дальше. Смотрим, что здесь. Это возвращаем. Нет. А как, блин, удалить вот эту фигню? Ладно. Чуть-чуть. То есть мы хотим... Вот. Вот теперь мы правильно ее вот так вот. По чуть-чуть. Сразу не надо делать. Можно небольшими шагами вот это хочется слегка по-другому сделать. Вот так вот. Amazing. Так. Все равно недостаточно толстая. Можем еще чуть-чуть и опять напоминаю, мы внешнюю толщину больше, чем внутреннюю. Внешнюю часть литера. Так. Здесь мы можем загнать вот эту так сюда. Я пытаюсь просто следить, чтобы вот эта часть была по толщине совпадала с этой. Ну вот, мне кажется, этого вполне достаточно. Теперь верхняя часть тоже. Боковина. Так. Мы вот эту пока не трогаем. чуть-чуть там пусть она утолщится. Ой-ой-ой. Сужение мы оставляем. Толще делаем внешнюю часть. Внутреннюю мы делаем толще, но гораздо меньше. Теперь нам нужно просто оптически попасть. чтобы оно одинаково было. Смотрим. О, набираю толщину и здесь сорян это мы оставляем и вот это оставляем. То есть понятно, да, примерно мы повышаем контраст, вот эти тоненькие мы постараемся оставить как они были. А сам штрих делаем жирнее чуть-чуть. Давайте проверим. Вот здесь какая-то хрень, которая немного ломает кривую. Мне кажется, от нее можно без проблем избавиться. Так. Ну и вот этот я наверное сделаю. Просто скруглю и можно чуть-чуть сделать повыше. Проверяем. Хочется сейчас немного хотя не да нормально. Я вначале подумал, что может быть слева кажется тоньше. У нас всегда вертикали толще горизонтали. Мы даже можем теоретически чуть-чуть утолщить, но оставим. Вот это вообще лишняя точка. от лишних точек кстати избавляемся, потому что мы когда будем делать 3D это всегда добавляет сложности. Вот это например лишнее. Вот это лишнее. Здесь вот это надо кстати затолщить. Я про нее забыл. Внешнюю делаем большую. А внутреннюю мне кажется даже можно и не делать. даже ее туда обзагнал бы слегка. Вот. И теперь надо слить аккуратненько вот эти вот две. сейчас смотрю. Может быть оставить все-таки такой приятный. Да. Мы оставим вот эту вот тему. Сейчас мы только я хочу сделать такое очень тонкое деликатное касание. Еще надо следить за толщинами на соплях. Ну они здесь примерно одинаковые. Может быть вот здесь хочется чуть-чуть меньше. Просто соответственно и здесь надо не забыть чуть-чуть тоньше. Да. И они вот как бы с центральной линии совпадают. Вроде бы все норм. Может быть я проверю сейчас. Да. Давайте чуть-чуть сделаем читинг. Вот так вот. Я понимаю что это антипрофессионально но мы попробуем вот эту. Я хочу поднять чуть-чуть выше потому что здесь дрень а здесь слишком плотно. И у нас получится вот раз рифма два рифма три рифма четыре то есть вот такая тын 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 сейчас я покажу вот вот эти вот части они начинают как бы понемногу рифмоваться и хочу мне вот этот листик он чуть-чуть мне хочется все равно он какой-то как недоделанный что ли пружинистость пружинистость очень важно а я понял почему вот вот чтобы вот эта линия как-то заходила сюда может даже вот вот эту слегка иначе закруглить чтобы они как бы красивенько шли это очень важно следить за всеми вот такими параметрами все пустоты они как сказать они они на самом деле вот эти пустоты играют большую роль чем залитые части поэтому надо обязательно смотреть на пустоты так это можно грохнуть это прекрасно оставляем копию и сливаем давайте проверим как работает наша прекрасная 3d кстати я наверное даже не буду объединять вот эти надо объединить только я этим инструментом shape builder постоянно пользуюсь он у меня на h поставлен нажал склеил все красиво так применяем наш inflate смотрим кстати очень важно я сейчас я забыл это сделать и поэтому оно сейчас будет долго тупить надо обязательно сделать вот такую вещь перед 72 точки ставим оно будет чуть-чуть быстрее менее качественно но зато быстрее будет прорисовываться давайте сейчас быстренько сделаем черный фон чтобы сверить с shift на растре оно забирает сверить часы скажем так да почти нам только надо раф нас чуть-чуть повысить и что еще и может быть убрать ambient ну типа 30 да неплохо что еще можно поправить я через command h на маке на на c control h убираю вот эти служебные всякие подсказки я попробую intensity чуть больше дать и может быть давайте сверимся да в принципе нормально все вот эту штуку проверяем low нужно medium кстати поставить попробовать render settings это вот вот здесь также растровый настройки отсюда же доступ да отлично вот это фигня немножко странная а ну-ка может ее слить нет я ее хочу оставить вместе чтобы она сливалась прикольно как будто какая-то welding какой-то так вот эту тему сохраняем обязательно назовем это как мы ее назовем inflate letter пусть будет и убираем пока отсюда нам это можно грохнуть кстати обратите внимание это чистая случайность вышла литера l прикольно повторяет форму голов вообще идеально это на самом деле простая случайность такое бывает в работе нужно на это быстро ловить это использовать как бы в своем в свою пользу вот здесь очень хорошая рифма получилась и вот эта пимпочка прикольно еще вот как бы под глаз заходит в общем и вот блин и вот здесь очень хорошо совпало оно как бы образует с бородой такую фигуру короче все совпало идеально оставляем единственное что я фотку хотел положить на другой слой назовем его фото лочим чтобы не мешать теперь нарисуем какие-то liquid шейпы сперва мы нарисуем какие-то произвольные формы произвольные жидкости попробуем их туда-сюда поставить и дальше уже будем смотреть какие-то такие вот сложность вот этих вот форм мы можем оценить уже когда расставим попозже то есть насколько насколько она должна быть жидкообразной можно здесь немножко сгладить если что если очень хочется simplify кстати последний апдейт simplify в люстре прям очень радует хотя есть вот вектор эйд который first aid который очень тоже неплохо simplify но в целом я конечно доволен я доволен апдейтом в люстре так надо выделить все точки и нажать где тут вот это что нет вот это наверное да которое делает их все кругленькими вот это можно грохнуть вполне себе так надо еще наверное сделать вот такую штуку оно как бы внутри дрень будет такая какая-то херня получилась не нормально получилось можно кстати этим попробовать пуньк first aid только только этого мало ставим сюда можно типа дырочку сюда вот тут такую соплю она здесь некрасиво перенесла точку вот эту точечку вот это сюда ну допустим да это одна давайте нарисуем еще одну какую-то может быть покрупнее вот эти вот буквально чуть-чуть как-то она а вот вот так нормально чтобы просто сравнить может быть и две крупности норм будут кто у нас странно течет более ну не то чтобы равномерно но хочется чуть-чуть по-другому и сделаем такую пиау ой кстати я сейчас вот так вот сделаю уменьшаем количество и пиау штуку отличный вообще я же говорю мы сразу от руки рисуем гениально компаунд пас этому всему делаем у нас есть какие-то две две сопли давайте их во-первых сейчас мы перекрасим какой-нибудь ой мне хочется какой-то электрическо синий электрическо фиолет а можно кстати сделать такую а-ля маджен то есть да вот типа такого только вот вот amazing давайте проверим что у нас происходит когда мы делаем inflate у меня кстати из-за того что включен сразу финальный рендеринг вот здесь ну рендеринг это громкое слово но из-за этого оно чуть дольше тормозит но да короче это оно все пока пока оставляем as is давайте покрутим где-то может крупнее кстати мы можем потом еще немножечко поменять цвета ну и сразу надо замаскировать пункт пункт маскируем наши прекрасные штуки и проверяем так вот есть уже какая-то значит что это тусовка жидкость по-разному попробовать повращать что-то прикольно вот вот это прикольно было давайте еще одну только здесь поменяем цвет я захожу через реколор артворк потому что мне так удобнее сделаем какую-то немножко электрическую но с другим другим оттенком так что у нас здесь что мы можем ну да ой давайте включим все-таки парочки наш прекрасный эффект спецэффект сразу сразу как бы кнопка make beautiful так что что здесь здесь мне не нравится сейчас мы попробуем поменять немного направление нашего градиента вот из-за того что конечно я включен это херня оно долго рендерит результат мне кажется Adobe надо проработать эту историю так окей вообще отлично пока все хотя наверное я сейчас попробую чуть-чуть поменять она какая-то получилась у меня круглая а вот хочется да вот так вот хочется теперь что мы делаем теперь мы делаем типографику я делаю новый слой самый бесячий цвет слоя это зеленый я не знаю почему такие дела так давайте назовем значит это что у нас будет liquid а это будет текст liquid пока мы получим так у нас есть во-первых название это electric electric liquid сейчас посмотрим electric liquid ну есть подозрение что нас спасет капс каким-то образом во-первых шрифт я по памяти там вспоминаю зум-зум такой был у меня шрифтик отличный он мне кажется короче я шрифт какой хочу он должен быть современный для того чтобы не усиливать ну мы здесь используем готическую букву L и кстати мне хочется эту извините я хочу вот эту пробовать вот так вот я прям сижу и у меня эта корова у нас готическая L но она относится условно там всякие рэперы электронщики они в принципе эту эстетику используют в татуировках то есть она в контексте и для того чтобы не уйти совершенно в другую в готическую тему нам нужно основным шрифтом как-то указать что это современная хрень но при этом хочется не просто какой-нибудь там open sounds да скучный в данном случае шрифт вот он он здесь то есть да но нет хочется что-то прямо прикольное вот здесь разнотолщинные обратные контраст обратный контраст это когда короче вот вы когда рисуете сейчас что я хотел сделать я хотел браш сделать каллиграфический браш каллиграфический браш ну там у нас под углом 35 да допустим идет и вот вы когда под углом рисуйте у вас вертикаль получается толще даже можем сделать вот так для пущего эффекта горизонталь тоньше ну просто за счет пера а обратный контраст это когда вы перо специально поворачиваете типа на 90 градусов и у вас все что вертикально становится супер тонким а все что горизонтально супер толстым вот в этом шрифте в этом шрифте вообще тут разные есть правильный контраст есть обратный контраст литеры разные то есть там c и c они по-разному выглядят е и е то есть есть эклектика определенная и при этом он супер современный это то что нам надо попробуем только единственное что дать ему воздуха это дохрена мы ему дали воздуха я определяю степень воздушности когда вот надпись начинает рассыпаться вот давайте я вам покажу пример сразу не отходя от кассы вот это я считаю надпись не рассыпается то есть она пробелы между литр они еще держат надпись но если мы сделаем типа 250 начинает пропадать вот это начинает уже быть слишком одинаковым с шириной литры и за счет этого нарушается как это называется господи теория близости и таким образом надпись рассыпается чтобы этого не было нужно следить за тем чтобы расстояние между литр было свободным но не больше чем оптические ширины литр можно даже не 50 а 60 сделать вообще красота я считаю вот сам ликвид тоже ну во первых можно попробовать поменьше сделать посмотреть что что мы получаем взамен так сказать что-то меня не устраивает я пока не могу понять что конкретно возможно какая-то его хочется пониже этого чувака а еще эти чуть-чуть их надо повернуть вот так еще даже хочется ниже его все нормально и опускаем естественно нашу литру ее может быть даже меньше можно сделать о теперь нормально так electric liquid плюс у нас еще есть какой-нибудь слоган например давайте что нужно придумать типа когда это нужно произойти это сейчас 10-15 пока оставим эту сюда поставим ну какой-то слоган или какой-то типа midnight dance and drinks да не не разбираюсь в этих танцах шманцах так вот пробуем как-то разместить вот я я почему круг нарисовал у меня уже автоматически я вижу вот на фоне вот этот круг сзади него я подумал сразу автоматически а что если надпись сделать по кругу то есть чтобы она была много не покрупнее сделать покрупнее и повернуть чтобы midnight был как бы в центре или может вот вот так наверное да давайте так попробуем и пусть да отлично вот пусть вот так как-то будет нет ну не прикольно по глазу бьет вот вот надо чуть-чуть меньше сделать кегль пока пусть тут постоит хотя может быть вообще пусть на литре будет вот так сейчас разберемся с этим так еще у нас есть кто это исполнители да давайте исполнителей наших попробуем но возможно нам придется другой шрифт я не знаю электронных исполнителей просто случайный набор так во-первых я не хочу капс давайте другой шрифт возьмем например интер нет хреновый шрифт пам-пам-пам-пам-пам сектор болт какой-нибудь amazing прекрасно да так что там кто там еще были у меня какой-то был список этих просто они могут быть какие-то электроника какая-то в общем придумайте своих шаломар так ну как чуть-чуть надо сделать побольше немного расстояния чтобы она не читалась как чтобы началась как список они как они как что-то другое 10-15 можем побольше покрупнее сделать давайте ну вот я пока вижу сразу место где-то здесь единственное что надо вот эту вот часть чуть-чуть затемнить как мы это сделаем пробуем вот так вот вот и таким образом мы ничего особо не поменяли но наш текстик будет лучше виден 10-15 хорошо блин я еще хотел чтобы вот чтобы вот эта сопля попадала как-то на литр вот типа так чтобы они там потом пересекались где-то чек трэмпс отлично 10-15 замечательно еще мне не хватает просто отдельных капель я сейчас покажу мне прям хочется добавить вот такие штуки так и все это комбинируем с основной ой они у меня вот так вот с основной может быть вот этой тоже добавить парочку войнод и может быть здесь ну какой-то а мы можем попробовать другую фигню мы можем револф что почему он не не саппортит все должно саппортить что он хочет он что-то хочет неважно что он хочет револф удивительно а блин оно у меня выключено было по какой-то причине да включаем наш револф только right age правый край я хотел типа объемную просто каплю сделать ну и она должна быть наверное какая-то тоже фиолетовая синяя фиолетовая и не такая блестящая уберем этот ну да вот что-то такое здесь можно розовую сделать пусть короче летают вообще супер клево включаем 3D эффект нашим жидкостям ну вот отличная тема только вот сюда наверное хочется вот где-то так чтобы чтобы была слоистость я думаю что мы можем в принципе включить уже наверное и вот этой вот штуки 3D проверить но теперь как-то все стало гораздо интереснее можем чуть-чуть увеличить dancing drinks давайте попробуем вот так я хочу чтобы midnight как-то начиналось сверху но при этом не трогало глаз чувака о можно сделать вот так сейчас мы проверим мы там по центру не по центру вот 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 это отлично midnight не сверху но по крайней мере я вижу что она прикольно ведет midnight dancing drinks и вот прикольно к лицу у человека сохраняем эту всю историю что я еще хочу сделать ну во-первых electric liquid kegel like но плохо читается возможно нужно вот этого чувака чуть-чуть приглушить потому что он по-моему слишком какой-то яркий я хочу под electric может быть попробовать добавить ну какую-то плашку why not может быть ее кстати может быть надо можно вырезать так у меня electric еще по центру ну вроде по центру вырезать вот этой надписью сальтом зажимаем passfinder вырезаем так допустим допустим это красиво ну то есть есть какой-то там электрический эффект может быть если положить у а вот это может быть прикольным мне единственное что пока не нравится сейчас мы это исправим естественно релиз мне не нравится ну то есть плашку хочется сделать какой-то электрической что ли может быть сейчас попробуем добавить какого-то смещения чтобы вот как-то как бы его да вот так а эти может быть наверх ой что я делаю не наверх а короче я хочу чтобы вот эта левая поднялась вверх а правая опустилась вниз для этого я нажимаю S это инструмент scale он у меня включен и с shift тащу вот и может быть ее еще чуть-чуть наклонить чуть-чуть наклоняем надо вот эту вот саму штуку продлить слегка ну вот есть какая-то электричность может быть это мы слишком передозили а ну-ка попробуем какой-то сделать странный да вот так отлично amazing так повторяем наш спецэффект вырезаем литрами смотрим о ну вот это чуть-чуть поинтереснее вот можно чуть-чуть ее засветлить все равно литры как-то так пропадают хочется давайте попробуем может быть я сейчас скопировал только литры черных но вот они чуть-чуть лучше будут смотреться как мне кажется можно слегка подуменьшить ликвид потерялся не виден может быть вот 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 сейчас да мне кажется короче вот эта тема чуть-чуть крупнее все вот так все верно мы на правильном пути мы мы тогда сможем поднять вот эту тему сделать ее чуть-чуть крупнее ну само кольцо вот вот теперь мне нравится ликвид уже ну он стал типа читаться сразу углавливаться что еще давайте какую-то глупость добавим например как какую глупость можно добавить может быть мой прикольный oriental шрифт взять ну и например вот так просто для какого-то шума представим что там что-то может быть важное интересное я еще хочу вот мне нравится вот этот эффект прям он такой сумасшедший электрик такой может быть нарисовать молнию где-то ее поставить логично же нарисовать какую-то молнию где-то ее поставить опять h shapebuilder все соединили amazing о прикольная молния я выделил вот эти верхние точки с опять нажал и с shift тащу эту всю тему только хочется немного чего мне хочется вот да мне вот этого хочется еще сделать сделать такое ну и мне понравился да вот этот я часто буквально случайно что-то потащу и такое вау прикольно только теперь мы эти зубчики а ну мы можем вообще их грохнуть а вот эти вытащить еще дальше вот это прикольная прикольная молния может ее повернуть или может быть ее вот так да мне нравится так она у нас там difference double вроде давайте посмотрим куда мы можем положить вот прикольно а что если мы тоже прикольно давайте еще вот эту проверим но мне она гораздо меньше нравится может быть за счет о вот так чуть-чуть получше давайте посмотрим что там происходит на глаз мы не будем но мне это меньше нравится мне вот это она такая прикольная электрическая плюс я хочу ее загнать в маску так значит шарик уже здесь немного лишний проверяем проверяем блин прикольный прикольный эффект он прям такой супер электрический красный красный давай нот типа нормально а что с этой сделать можно что-то с этой сделать что мы там по цветам мы ее наверное можем как-то просто да вот типа ну не знаю да пусть там валяется где-нибудь да нормально пусть там короче валяется или может быть ее как-то сверху сверху чего-то там сверху вот все короче все пусть там валяется она мне не настолько нравится чтобы я переживал а вот этому чуваку я хочу вот здесь у него шея есть какой-то угол я хочу чтобы оно совпало но все я понял оставляем вот так пусть будет какая-то немножко интрига вот нормально попробуем тогда вот эту объемчиком сделать проверить я просто думаю может некоторые делать объемом некоторые оставлять ахрен нормально и объемная и плоская но я наверное вот эту оставлю плоской просто ради ради чего-то там я хочу немного цвет приглушить оу я не ожидал такого а я понял блин это очень прикольно значит если всей группе применять то она дает один эффект но если поменять отдельно объекту сейчас я объекту поменял оно меняет если цвет объекта выделить вернее ну цвет поменять сейчас объясню как это хрень работает вот у нас есть допустим оранжевая оранжевый кружок сверху у него оранжевый кружок мы их группируем и применяем inflate да применили у нас просто как будто один кружок но если мы возьмем внутренний кружок и чуть-чуть ему поменяем цвет посмотрите что происходит с эффектом inflate он он вдавливает фигуру и вот здесь произошло то же самое я поменял какому-то элементу по-моему да вот этому поменял цвет и он прикольно я оставлю мне нравится я сто раз говорил что экспериментальные случайности дают плоды то есть там какой-то появляется эффект который о типа клево и все и ты пошел его ну применять он появился чисто случайно и вот за этим нужно следить поэтому я всегда там по утрам или когда есть время сажусь и просто экспериментирую просто рука делает какие-то вещи и случайно дергнулась и находится прикольный спецэффект я еще хотел попробовать вот эту фигню вперед вытащить вот да она мне нравится вот это чуть пониже хочу я хочу сейчас теперь как-то блять все повыравнивать может быть а может и не быть что мы можем сделать здесь блин он мне так нравится вот этот спецэффект когда прорезал я хочу вот этот поменьше сделать мне кажется слишком вот а может быть вот так да я вот смотрю в принципе и так неплохо тоже и так клево и так клево в общем вы на свой вкус выберите я оставлю так все вот прямо чтобы было можно наверное тогда крупнее раз мы уже не привязываемся к этим мелочам да ну вот у нас получился абсолютно прикольный постер что еще можно сделать можно попробовать другой материал давайте пока вот эту в стороночку например так как у нас какая-нибудь троника что там может золотишко можно ебать и repeat irregularness dirt scratches intensity блин столько дофига все grain size но grain size поменьше сделаем но мне не сильно нравится хотя да золотишко сюда золотишко куда не поставь но все будет хорошо может где-то есть какая-то медь там или что-то такое вот cooper фойл какой-то просто ради прикола не мне кажется что мне кажется что вот этот изначально получше у нас кстати надо его пересохранить потому что он вот так вот может быть саму саму литру сделать типа желтое оранжевое хотя мне серая очень нравилась тани серенькая прикольная вот мне сейчас здесь все нравится в общем обязательно экспериментируйте особенно если вы делаете какие-то постеры шмостеры то что приветствует неформальность всегда экспериментируйте пусть руки ошибаются и вы будете получать что такое вот поправил вы будете получать гораздо интересные результаты не бойтесь какой-то трешовой графики за ней интерес за ней будущее просто экспериментируйте с вообще самые страшные комбинации слоев наложений используйте это круто традиционный дизайн все пока умер не работает традиционная эстетика красивенько что там было не работает особенно если вы делаете какие-то такие там для электронной музыки плакаты это уже отмерло всегда экспериментируйте всегда ошибайтесь систематизируйте ошибки в них кайф такие дела